Храм не строй, а сироту пристрой, поговаривал отец Дмитрий Смирнов, самый многодетный священник. Батюшка построил несколько детских домов для сирот и фактически стал их отцом. До последних дней защищал семью и боролся за права нерожденных детей. Потому что жизнь свята ребенка. И когда мы это начинаем осознавать на уровне личном, государственном, тогда все становится на свои места. Иначе как бы вся жизненная сила народа утекает. Мы же замечаем, что эта кровавая жертва уносит нашу жизнь, жизнь наших детей. Цена этой жизни сейчас особенно понятна в связи с проходящей операцией специальной военной. Каждый ребенка попробуй отдай на военные действия, а вот так отдать жизнь ребенка. Он всегда хотел большую семью. Может быть, потому что у своих родителей был единственным ребенком. И помнит, каково это. Ой, я был вообще хулиган. Да? С самого начала, да, да. Хулиган был. Вот что вы, так сказать, и в детском саду тоже все время на меня жаловались. Вот. Вы обижали девочек? Единственный ребенок в семье, конечно. Эгоистичный был, да. Да, да. Все это было, конечно. Неизвестно, кем бы вырос эгоистичный мальчик, если бы не его родители. Благодаря им он уже с детства знал, что Бог есть. Господь любящим взором смотрел на него с икон. Родители Федора были архитекторы и ценили иконопись. В домах хранилось очень много прекрасных книг, в том числе иконописи. И мне всегда через святые иконы уже было прикосновение к этому для меня тогда неведомому миру. Мама проектировала театральные учреждения, отец, московский дом, центральная музыкальная школа, это его работа, хранилище Эрмитажа в Петербурге, частично реконструкция Третьяковской галереи, строительство центра в Исфахане нашего, в Иране, металлургического центра, тоже отец мой делал. Он был достаточно известный архитектор, глубокий человек, как и мама моя. Они все были люди искусства, и при этом верующие люди, при этом они не были церковными людьми. По-настоящему воцерковляться семья начала после крещения сына. Федору тогда было 13. Решение о крещении он принял сам. Именно крещение, оно стало таким вот, как раз оно и стало моментом, с которого, как вот, знаете, начинает расти растение или колос, да, или цветок. Чем дальше, чем ближе к подростковому возрасту, конечно, обострялись вопросы добра и зла, и пришло время выбирать. Я выбрал Христа, потому что и другой выбор невозможно и сделать даже. Очень много вот оно не стыковалось, пока не пришел к познанию Господа. Вот многие говорят умом или сердцем, наверное, и тем, и другим. Вот, потому что невозможно, без участия и ума, и сердца невозможно встретить Христа. Вот какое-то, действительно, Господь всегда нам дает призыв. Он всегда дает вот такое свое приглашение. Оно очень уважает нашу свободу. Деликатное, да? Деликатное, да. Но почувствовав его и не пойти за ним, это так, как, знаете, как всю жизнь потом терзаться. Как же так? Он шел мимо и говорил, иди за мною, а ты остался во своем собственном «я» сам с собою. Но оставаться в скорлупе своего собственного «я» после прочтения Евангелия было решительно невозможно. После встречи со Христом жить, как прежде, было уже нельзя. Читали Евангелие всей семьей. Достать его в те годы было очень сложно. В 90-м году уже, так сказать, были напечатаны такие, помню, черной обложкой, вот, и с крестом, с православным крестом был напечатан сеннальный перевод. И до ночи, до слез читал Евангелие. И вот это вот его проникновенные слова, они не сравнимы ни с какой книгой, ни с какой художественной литературой. Потому что они проникают до самой глубины сердца. Таково свойство Евангелия, потому что это его слова, Спасителя. И вот эта его личность, когда она перед моими глазами, вот, через святые тексты восстала, да, вот, я увидел эту его, и любовь к нам, и милосердие. В какой-то момент подростковые компании перестали быть интересны. Развлечения, еще вчера, казавшиеся нормой, сегодня вызывали отторжение. Сердце словно чувствовало суррогат и просило другой пищи. Все ходили в дискотеку, а нет ощущения, что ты вовлечен в нее, то есть внутренне, да, там, ты можешь как-то даже общаться, там, да, даже танцевать на дискотеке, но сердце, как будто оно вот стоит далеко от нее. Как будто приходится играть в какую-то странную игру, как декорации, да, вот эти вот ощущения, что ты в каком-то театре находишься и думаешь, неужели так все себя мучают? Ты думаешь, ну, может, не надо тогда, да, то есть вот Господь уже тогда призывал, уже в том возрасте, еще в подростковом возрасте было ощущение, что вот, слушай, вот этот вот путь развлечения, путь, там, гедонизма, это вообще не твое. Вот, и не твое, и не может быть твоим, на самом деле. Вместо развлечений Федор Лукьянов выбрал помогать строящемуся храму. А когда молодому человеку предложили стать алтарником, с радостью согласился. Алтарное служение совпало с поступлением в МГИМО. Я даже и не дерзал об этом думать, честно говоря, это было как-то, ну, нескромно. Я думал, как, ну, я буду при храме, вот, ну, еще был студентом в институте, буду помогать. Там строительство было в свое время, когда еще я учился, там строилось, я служил, то есть помогал в храме архистратика Божия Михаила в Тропарево. И там в это время строилось здание дома Причта и воскресной школы. Я думал, что приду, может, чем пригожусь на приходе. Вот, и ходил на службы, помогал кирпичи таскать, какие-то мелкие там вещи тоже. Меня позвали в алтарь, помогать в алтарь. Позвал меня отец Андрей Галухин, а потом настоятель нашего храма, протерей Георгий Студенов. Вот, я очень ему благодарен, что прошел в его храме школу алтарного служения, потом и дьяконского служения. Испив чистой воды алтарнического, а затем и дьяконского служения, Федор Лукьянов понял, обратно вернуться в светскую жизнь он уже не сможет. Хотя после окончания МГИМО перед молодым переводчиком открылась блестящая перспектива в карьере. Впрочем, он даже успел поработать в Греции, Вене, Братиславе, Шанхае, свободно говорил на английском и китайском языках. Я для себя вот так понял, что это призыв Божий, а призыв, он может и не повториться. Поэтому мне было очень ценно это, я думаю, ну хорошо, что дальше, как ребенок, знаете, вот, тебя позвали, что дальше. Вот, и, естественно, я очень обрадовался, для меня это огромная честь была. В алтарь каждый раз заходил, даже стеснялся каждый раз заходить. Меня все время дотащили снова, говорят, давай, ты уже алтарник, что ты стоишь-то, вовне стоишь, давай заходи, заходи снова. Ну а потом уже, конечно, все попил из чистой воды, и, конечно, в алтаре благодать Божия. И уходить уже даже не представлялось таким образом. Войти в светскую жизнь, снова окунуться. То есть для меня уже было две жизни.